Город был почти все. В подвалах сидели. Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его. Они шли на прорыв ради того, чтобы спасти свою родину. 23 дня и 23 ночи Могилев держал оборону в 41-м. И всего сутки понадобились для того, чтобы зачистить город от противника в 44-м. Гитлеровцы превратили Могилев в крепость в городе. И в нескольких километрах от него создали три рубежа обороны. Мосты через Днепр заминировали. Да и каждый метр реки взяли под контроль. И вот получается, поскольку немцы были в городе, советская армия пошла как бы закольцовывая город, правильно? То есть слева-справа начала обороны. Да, были определены отдельные плацдармы, участки, на которых делалась ставка. Чтобы прорвать вот эту немецкую оборону. И так как здесь были ДОТы, было небольшое количество немецких бойцов, конечно, это повлияло успешному результату проведения вот этой операции. Что касается ДОТов, вероятно, кто-то спросит, почему они располагались именно здесь? Потому что если посмотреть, за нами деревья и ничего не просматривается. Но я так понимаю, что тогда, в 44-м, деревьев вот этих вот еще не было. И Днепр был просто как на ладони, правильно? Да, действительно, совершенно верно. Буйничи – это такой поселок, который располагается на взгорье. И название Буйничи происходит от старославянского корня «буй» – возвышенность, взгорье, овиваемое буйными ветрами. 27 июня 1944 года бойцы Красной Армии подошли к берегам Днепра, левому берегу Днепра, который протекает у нас вот прямо перед нами. Разведка доложила о том, что на левом берегу спокойно вся немецкая оккупация находится справа. Бойцы Красной Армии посовещались и решили, что для того, чтобы прорвать немецкую оборону, нужно каким-то образом незаметно пробраться в стан врага. Шестеро бойцов во главе с Иваном Мильновым сооружают из подручных средств плоты и переправляются на правый берег Днепра. Конечно же, замечены врагом, но под сильным шквалистым огнем они перебираются на этот берег, обезвреживают врага и выдружают Красное Знамя, которое служит как бы сигналом остальным бойцам Красной Армии, что путь свободен. Операция проходит успешно. Все бойцы, шестеро бойцов, форсировавших Днепр, остаются живы. Андрея Тимофеевича вместе с братьями и сестрами еще в первые дни оккупации отец вывез в деревню Купелы. Это недалеко от Могилева. Семья жила надеждами, что мир на Могилевской земле наступит. Прекрасно знали, что освободить. То есть ждали вот этого? Они уже сделали несколько выстрелов по городу. Это было странно. А не это советская армия? Конечно. И что это означало? То есть жители понимали, это какой-то сигнал? Да, это уже подходит. Фронт подходит. Выстрелили несколько раз, правда. Так особенно никого, когда это не принесло. Но на Первомайске еще 11 ряды разорвались. Город был, почти все в подвалах сидели. В армию Андрея Тимофеевича призвали, когда ему еще не исполнилось 18-ти. Он прошел всю Польшу, дошел до Берлина. Получил тяжелое ранение и чудом остался жив. День Победы встретил военный в госпитале. И после службы вернулся в родной Могилев, в центре которого проживает по сей день. Вспоминая эти страшные годы, нас, современное поколение, просит лишь об одном. Берегите мир. Берегите мир. Ну, такое слово, как он может беречь? Как вот вы говорите? Берегите мир. Лозунги такие. Не допустим войны. Как ты не допустишь? Войну начинают не эти вот, которых взяли. А в верхах? Начинать войну не начинать. Идти вот наступление не идти. Там. Ну, тем не менее, значит, надо делать все так, чтобы войны не было. Картину тех страшных событий можно восстановить не только благодаря рассказам живых свидетелей войны, но и по заметкам, очеркам журналистов и писателей. Если у обороны города Могилева есть свой летописец, это Константин Симонов. У освобождения города Могилева тоже есть летописец, писатель Андрей Платонов. Он вместе с войсками Красной Армии в день освобождения 28 июня 1944 года вошел в наш город и оставил воспоминания о нем. И согласно этим воспоминаниям, он увидел печальное строение. Каменные стены, без окон, без крыш. Увидел обезглавленную каланчу, это здание нашей Могилевской ратуши. И увидел мертвые руины. Увидел город в руинах. Если Андрей Платонов передал свои впечатления о городе на бумаге, то военный фотокорреспондент Самарь Гурарий, который приехал в Могилев в день освобождения, запечатлел его виды для потомков. Комендантская площадь, ныне площадь славы, имела абсолютно иной облик. Здания стояли фактически по кругу, но во время войны уцелели не все. Дом губернского правления в начале войны, ну а позже был разрушен и дом губернатора бывший. Это постройки 18-го столетия. Из более чем 6,5 тысяч зданий после бомбардировок уцелело меньше половины. Жителям пришлось восстанавливать и поднимать город из руин. Сегодня Могилев дышит и цветет. Он живет. Растит молодое поколение и формирует правильные взгляды. Строит планы на будущее, укрепляет международные связи и верит, что на мирном небе всегда будет светить солнце.